В октябре текущего года появился новый приказ, утвердивший порядок оказания стоматологической помощи взрослому населению 786 Н. Он вступает в силу со следующего года. Данный порядок и его особенности мы уже обсуждали с представителем АСАЦИ стоматологических организаций медицинских работников Андреем Апарко. Видео имеется на нашем портале. Но, насколько я знаю, возникли еще проблемные вопросы, связанные с данным приказом. В рамках его рентгенологической составляющей. И чтобы разрешить их получить экспертное мнение, я пригласил для общения экспертов вот в этой области. Конечно же, этот член Совета АСАЦИ стоматологических организаций медицинских работников уже вам известный Андрей Апарко. Андрей, добрый день. Добрый день. И руководитель, президент АСАЦИ стоматологических организаций медицинских работников Геннадий Прагин. Геннадий, приветствую вас. Добрый день, уважаемые коллеги. Итак, первый вопрос Андрея Апарко, если коллеги не возражаете. Какие, в общем-то, вопросы возникли в связи с проведением рентгенологических исследований в рамках вот этого нового порядка, утвержденного приказом 786-Н? Что-то я вот так вот слышал, что стоматологическое сообщество возбудилось. А в чем конкретно? Пожалуйста. Ну, вы знаете, действительно, стоматологическое сообщество возмутилось, когда вышел приказ, в основном, конечно, не 786-й, который утвердил порядок, там более-менее нормально, многие вопросы уже были с нашим озвучены, многие вопросы мы уже разобрали своим сообществом. Но, конечно, вызвало много вопросов те правила рентгенологических исследований, которые были утверждены приказом 560-х. А конкретно это те пункты, в которых были обозначены это пункт 10, пункт 16 и приложение номер 12. Вот в этих пунктах, в этих требованиях, которые прописаны в данном приказе, было указано о том, что рентгенологические исследования проводятся врачом-рентгенологом или рентген-лаборантом, а также, что анализ результатов рентгенологических исследований проводится исключительно врачом-рентгенологом. И вот, учитывая этот факт, конечно, стоматологическое сообщество не совсем понимало, как же теперь дальше будет работать стоматологический кабинет, стоматологическое отделение и в целом стоматологическая поликлиника. Почему? Потому как в том единственном, пока утвержденном профессиональном стандарте врача-стоматолога, есть такой пункт, который говорит о том, что врач-стоматолог имеет право или он должен знать, уметь, а также он имеет право интерпретировать рентгенологические снимки. И вот этот пункт из приказа 560, он в принципе перечеркивает те требования, которые указаны уже в ранее изданном приказе и создает огромные сложности с интерпретацией рентгенологических снимков и записью результатов интерпретации в медицинскую документацию. Более того, в 16 пункте вышеназванного указа записано о том, что рентгенологические исследования должны проводиться в течение 24 часов. Но это тоже неприемлемо при работе врача-стоматолога. А в приложении номер 12, которое говорит о стандарте оснащения рентгенологического кабинета, указано о том, что в данном кабинете должны обязательно находиться и аппарат рентгеновский для внутриротовых снимков, а также рентгеновский аппарат для томографии или, как здесь в приказе написано, ортопантомограф. То есть это кардинально меняет и оснащение стоматологической клиники, это кардинально меняет и всю комплектацию, всю экспликацию помещения, потому что под ортопантомограф в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами должны быть предусмотрены совершенно иные помещения. Почему возник этот вопрос? Только потому, как в порядке, уже утвержденном, о которых мы с вами говорили, 786 приказом, исчез стандарт оснащения рентгенологического кабинета. Ранее, конечно, он был в порядке, утвержденном приказом 1496. И стандарт оснащения рентгенологического кабинета, в стандарте оснащения было указано о том, что должен находиться аппарат рентгенологический один на кабинет, а также компьютерный томограф, то есть ортопантомограф, только в случае, там было обозначено звездочкой, что эта позиция является обязательной для оснащения при использовании данной технологии. Маленькая поправочка, но она ставила все на свои места. Так что вот с этими проблемами, которые на сегодняшний день были обозначены, и не согласилось стоматологическое сообщество. Андрей, понятно, те проблемы, которые есть, вы хорошо раскрыли. Ну, стоматологи, это же самая активная часть врачебного сообщества. Ну, подумаешь-ки, новые требования, ну, взяли бы это, проглотили. А почему так бурно возмутилось-то стоматологическое сообщество, а? Давайте послушаем Геннадия по этому вопросу. Да, Алексей, ну, к сожалению, не у всех есть понимание того, что стоматологическая отрасль, она очень масштабная, очень популярная и во многих, по многим позициям специфичная. Поэтому для большинства стоматологических организаций появление этих приказов, которые имеют непосредственно отношение к регулированию рентгенологической деятельности, ну, было воспринято, побоюсь сказать, как удар ножом в спину. Поскольку не успели мы отойти от весенних коронавирусных проблем, когда вынужденно бездействовали, вот, и до сих пор еще, собственно, пожинаем эти плоды, да, собственно, и сейчас находимся в довольно сложной ситуации в связи с пандемией. И вот появление, неожиданное появление этих изменений в приказах деятельности, оно, собственно, и вызвало вот такую реакцию. Почему неожиданное? Ну, поскольку довольно сложно понять логику, необходимость вот этих изменений. Вот это самое неприятное. То есть непонятно, что заставило авторов этих приказов предпринять вот такие довольно радикальные шаги по изменению законодательства, по изменению требований. Остается только гадать, что может, что могло послужить вот появлению этих изменений. Ну, мы понимаем и, к счастью, наблюдаем, что нет резкого ухудшения, допустим, радиационной обстановки в стоматологической отрасли. Мы не видим ни данных, ни статистики, говорящей об этом. Мы не наблюдаем вот такого ухудшения в своей деятельности, там, в отношении пациентов, сотрудников и так далее. Ну, если предположить, что предположим, как-то разнузданно стали себя вести стоматологические организации в вопросах радиационной безопасности, тоже могу сказать, что это далеко не так, поскольку требования, контроль за радиационной безопасностью очень жесткие. И здесь можно было бы подумать как раз о упрощении этих требований, поскольку и сейчас получить санэпидзаключение или переоформить разрешение на рентген-кабинет, допустим, при замене рентгеновского аппарата, но это целая проблема и финансовая, и временная, и временная и так далее. Может быть, кто-то считает, что клиники настолько разбогатели, что могут легко приобретать дорогостоящие и для многих ненужное оборудование в виде ортопантомографа, предположим, который многим клиникам не нужен, поскольку клинические рекомендации, которые, собственно, определяют и порядки, определяют оснащение кабинетов, они не требуют вот такого дорогостоящего оборудования и расширения рентген-кабинетов. А расширение кабинетов как раз опять тянет за собой проблему, ну, очень серьезную. То есть у многих не хватает этих двух-трех метров сейчас, которые необходимы для расширения по новым требованиям рентген-кабинета. А это влечет за собой, ну, фактически закрытие рентген-кабинета клиники и открытие новой клиники. Поэтому понятно, что средств сейчас на вот такие, опять-таки, кардинальные изменения в деятельности медицинских стоматологических организаций тоже явно не своевременные, нашли, так скажем, несвоевременный ход, опять-таки, в разгар эпидемии, когда многие из клиник просто выживают. Мало того, вот у меня есть мнение руководителя рентген-диагностического центра в Москве, который говорит о том, что данное решение наряду с прочими является невозможным и губительным для деятельности всех клиник частной стоматологии. Указанные требования являются невыполнимыми в связи с отсутствием на рынке медуслуг достаточного количества врачей-рентгенологов с опытом стоматологии. Кроме того, действующее законодательство вообще не предусматривает обучение рентгенологов, это именно стоматологической специфики. За рубежом там есть ЧЛХ-рентгенология, она выделена в отдельную специализацию. У нас общие рентгенологи, как говорит руководитель рентген-диагностического центра, который, по идее, должен быть заинтересован вот в этих изменениях, поскольку они получат сейчас этих пациентов, они получат эту диагностику, и по идее, вроде бы, кажется, что Камильский здесь успех на стороне этих центров. Но вот как раз разговор идет о том, независимые диагностические центры в состоянии обслужить не более 1% всех рентген-исследований частной стоматологии. То есть, в общем, со всех сторон мы видим, что какой-то объективной надобности, необходимости в этих изменениях, ну нет. А проблем, которые связаны с появлением этих изменений, ну вот, собственно, столько, что когда мы провели мониторинг среди опросов, среди клиник нашей ассоциации, мы выяснили, что 85% клиник нашей ассоциации не готовы, не будут соответствовать тем требованиям, которые уже должны появиться с 1 января. И поэтому вот эта ситуация, которую мы наблюдаем, вот эта активность, ну, встреча в штыки фактических этих изменений, она связана с тем, что, в первую очередь, руководители вынуждены сейчас думать не о том, как вести себя в условиях пандемии коронавируса, отвечать на эти злободневные вопросы, а думать о том, что вообще смогут они работать с Нового года или нет. Геннадий, стоматологическое сообщество оказалось не готовым, да, простят мне образное выражение, ударом под их нормативно-правым регулированием. Но, насколько я знаю, они все так безнадежно. Безнадежно. Мне на глаза встречались какие-то изменения, которые предполагается внести в 560 приказ. Андрей, что вы об этом знаете? Вообще, как планируется разрешение этой проблемы? И почему стоматологическое сообщество, самое активное среди врачебного, допустило до такого состояния неготовности к этим требованиям? Алексей, спасибо вам за такой вопрос. Дело все в том, что действительно этот удар, который был нам нанесен довольно-таки неожиданно, даже при существующей системе обсуждения на этапе подготовки данного приказа, мы не приняли самого активного участия. Причин в этом может быть очень много. Если говорить о том, что как создавались эти правила, они создавались долгие годы и мучительно. Я знаю, что на самом первом этапе стоматологическое сообщество принимало самое активное участие в разработке этих правил. Но на самом окончательном этапе, или вернее сказать, уже когда мы увидели готовый документ, то тех изменений и дополнений, к сожалению, в этом приказе не оказалось. Но стоматологическое сообщество, оно довольно-таки сильное, оно мощное. И да, и наши, мы этот удар довольно-таки правильно проанализировали, сделали определенные выводы. Ведь общественные организации это некий триггер, это некий пускатель какой-то, в какой-то ситуации. И общественные организации должны работать в плотной связке с главными специалистами Минздрава. У нас есть такой специалист, Янушевич Олег Олегович, который действительно, вовремя узнав об этой проблеме, значит, сделал ряд определенных действий, направил определенные письма. И действительно, на сегодняшний день ситуация кардинально изменилась. И на портале GoF Regulation есть уже два изменения в эти оба приказа, которые ситуацию меняют абсолютно в противоположную сторону. То есть, в этих изменениях указано о том, что врач-стоматолог имеет полное право в соответствии с приказом номер 227-Н интерпретировать рентгеновские снимки. И, более того, из приложения номер 12 исключено требование, где прописано о необходимости наличия ортопантомографа вне зависимости, используете вы эту технологию или не используете. То есть, есть маленькая победа всего стоматологического сообщества, с чем я нас всех и поздравляю. Итак, проблема нашла свое пока предварительное разрешение. Это мнение Андрея Парка. Давайте послушаем Геннадия Абрагина. Может быть, в дополнение, как разрешается проблема. Ну и, конечно, почему стоматологическое сообщество, цвет, медицина, самые активные допустили вот такого несоответствия. Геннадий? Ну, я, собственно, поддержу Андрея Андреевича и скажу, что, конечно, я уверен в том, что нынешняя проблема, она благополучно разрешится для стоматологической организации. Но хочется, чтобы подобных таких неожиданных встрясок удалось избежать в дальнейшем. На мой взгляд, причина возникновения подобных ситуаций, а по крайней мере, на моей памяти, это уже не первый, даже в масштабах рентгенологии, это не первая такая ситуация. Наша ассоциация уже там несколько лет назад тоже в подобных условиях тоже возникали какие-то непонятные изменения на горизонте, и уже приходилось бороться, отстаивать здесь свои интересы. На мой взгляд, причины вот таких ситуаций, они кроются в отсутствии какого-то единого такого комплексного системного подхода к формированию и, собственно, в дальнейшей реализации появляющихся законодательных требований. Здесь, на мой взгляд, необходимо полноценное, а не формальное обсуждение всего того, что появляется и становится для нас обязательным. Зачастую экспертами при обсуждении, при появлении этих документов, ну, являются специалисты, которые далеки от практической деятельности. Да, я понимаю, что формально, наверное, выполняются какие-то требования, которые в соответствии с 323-м федеральным законом предписывают, как, каким образом осуществлять обсуждение. Но на самом деле все это действительно, ну, вот, с одной стороны, разработчики, они заинтересованы в том, чтобы так незаметно протолкнуть эти новые документы, не желая подвергаться критике. У них есть какие-то сроки, и мы видим, что все время там какие-то с каким-то опозданием, мы все время спешим с утверждением этих нормативных документов. Поэтому больше интересуют сроки и, собственно, появление этих документов. И разработчикам не сильно беспокоит реализация, последствия появления этих приказов. Часто решаются какие-то, на мой взгляд, амбициозные или корпоративные решаются задачи в появлении этих документов. Это с одной стороны. С другой стороны, Андрей Андреевич правильно говорит, что само профессиональное сообщество наше довольно вяло наблюдает за появлением этих документов, не очень активно участвует в их создании. Ну и возбуждаемся мы уже тогда, когда возникает реальная опасность, вот как в этом случае. Ну либо кто-то там на этих вопросах пытается там решать вопросы авторитета, пиары и так далее. Поэтому, на мой взгляд, здесь необходимо вот совместными усилиями все-таки механизм обсуждения его детализировать, его проработать и как-то увидеть права, может быть, в большей степени права нас, как исполнителей этих нормативных документов, наверное, активнее привлекать, не стесняться привлекать нас к обсуждению. Не ограничиваться только теми организациями, которые в 323-м федеральном законе обозначены как общественные организации или профессиональные организации, которые имеют право это обсуждать, поскольку сообщество профессиональное оно гораздо шире, и сторона большая, и условия разные. И поэтому вот с одной стороны хотелось бы больше такой активности по привлечению нас, практикам, непосредственно медицинских организаций к обсуждению. С другой стороны, конечно, нам надо, наверное, это примеры вы совершенно правильно отмечаете, что несмотря на то, что стоматология очень активная, это авторитетная, такая профессиональная среда, наверное, не до конца мы научились, не до конца мы умеем объединяться для решения тех вопросов, которые в дальнейшем, ну, и решать надо, и вызывают вот столько проблем. Понятно. Позвольте мне, как ведущему, сделать некоторые выводы. Стоматологическое сообщество профукало, уж извините за выражение, подготовку нового нормативного права акта, который серьезно ударил бы по деятельности стоматологических клиник. Но своевременно светлые головы в стоматологии проявили инициативу, и уже сейчас даны проекты нормативных правовых актов по 560 приказу и 786 приказу, которые должны эту проблему разрешить. Основания для этого есть. То есть все-таки действия были. Как юрист говорит о том, что проект это одно, а сами изменения это другое. Но я полагаю, что за счет деятельности вашей, в том числе иных профессионалов в этой сфере, к 1 января 2021 года вполне возможно, что эти изменения будут внесены. На этой оптимистической ноте я и заканчиваю наше с вами общение. Спасибо за привлечение внимания к проблеме, анализу, почему это произошло и как не допустить этого в будущем. Всего доброго и до новых встреч в рамках нашего с вами экспертного общения. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. Спасибо, Алексей Павлентинович, за организацию вот этого обсуждения. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова